Харьков Харьков это один из крупнейших русскоговорящих городов, причем не только в Украине, а вообще. Все последние мэры были русскоговорящими, а практически у каждого жителя есть родственники в России. Ведь город находится всего чуть более чем в 30 километрах от границы. И люди привыкли дружить с теми, кто живет по ту сторону. Ведь граница здесь была едва ли не номинальной. Город из года в год становился все лучше. Мы любили сюда приезжать с семьей с детьми, кататься на аттракционах в парке Горького, гулять современными комфортными публичными местами, как Сад Шевченко или Саржиньяр. Я помню, когда мы с семьей впервые открыли для себя Харьков и поняли, что мы сюда будем возвращаться каждый год. И так и происходило. И нам всем нравилось. Я помню, как дети постоянно спрашивали, а когда мы поедем в Харьков. Ну еще бы, ведь для них здесь сплошное раздолье. А иногда вообще казалось, как такой город с таким уровнем жизни может быть в Украине. Да, действительно, казалось, что комфортнее для жизни найти город сложно. Но все изменилось 24 февраля 2022 года, когда в Украину вторглась армия России и начала уничтожать то, что нам ценно. Любимые парки, скверы, историческую архитектуру, кафе, в которых мы встречались с друзьями. Садики и школы, в которых учились дети. Дома, куда все мы возвращались каждый день. А хуже всего то, чего не восполнит никто и никогда. Жизни украинцев. Только бесценно для нас, но не для оккупантов. Остановите войну. Субтитры создавал DimaTorzok